Всем большущий привет! Сегодня, как всегда, очередной гастрономический эксперимент. Готовим на минимальную сумму рублей праздничный стол. Отправляемся сразу в магазин за продуктами. Поехали! Так, я уже в магазине. Мясо проходим мимо. Берем курицу. Вот такие вот голяшки. Здесь примерно килограмм 159. Яйца поштучно брать не будем. Сразу десяток 64. Четко включен. Ого, мелочь какая. Вот сейчас сравню. Это сорт первый, а это сорт второй. Они малышки совсем. Странно. Они должны быть чуть меньше, но они в два раза меньше. Цена таких 64, а цена таких 69. Берем сорт первый. Картошка. Она такого же размера, как те яйца были. Картошка. Картошка даже меньше, чем яйца первого сорта. Смотрите. Выбрал самую крупную, которая есть. Картошка. По 38. Берем. Странно. Здесь отобрали крупную самую картошку, выкинули. Чеснок у меня закончился, поэтому придется взять, потратиться на чеснок. Половинку можно, нет, взять. Ладно, целый возьму. 32 за 100 грамм. 13 рублей получилось, 40 грамм. Берем. Для торта нужна шоколадка. Так, а такую бы неплохо взять. У нас бюджет ограничен. 59. Надеюсь, получится у меня из нее торт сделать. Короче, берем еще вот такие сливки. 450 грамм за 59 рублей. Можно взять молоко. Мне пол-литра надо всего. Мука 54 рубля, самая дешевая. Берем сразу 2 килограмма. Останется. На следующий раз не буду брать. Крабовые палочки. Есть. О! По 59 есть. И по 89 есть. Так, ну сегодня вроде не бомж-стол. Надо подороже взять. Возвращаюсь к огурцам. Раз взял крабовые палочки для салата, тогда и огурец нужно взять. По 119 стоит. Чего же они такие огромные-то? 36 рублей стоит одна штука. Давайте сразу еще капусту возьмем. Салат сейчас дорогой, поэтому нужно пару листов вот этих вот взять. По 119. Два листа дешевле, чем будет, чем обычный салат. Целый пучок. А мне чуть надо. Так, 13 рублей всего стоит два листа. Надо в пакетик упаковать сейчас, но пока так. Не буду расходить лишний пластик. Обычный вот такой вот твердый сыр. 129. Я первый наугад взял. И не тратим много времени. Просто первый попавшийся сыр творожный с зеленью намазывать на рулетик. Вкусно будет. Надеюсь, укладываюсь в бюджет. Банка самой дешевой кукурузы 38 рублей стоит. Магнитовская. Ладно, самый дешевый мазик какой у нас? 44 рубля. Цены на майонез подорожали в два раза. Обычно вот жуть, ребят. Очень дорого. 44 рубля самый дешевый мазик. 200 грамм. Тут уберем, ладно. То, что мне нужно, я вроде нашел. Отправляемся на кассу. И надеюсь, мне хватит денег. И будем готовить. Поехали. Итак, на 900 рублей у меня получилось купить вот эти вот продукты. Абсолютно минимальная сумма для праздничного стола. Давайте готовить. Начнем с праздничного торта. Потому что он готовится дольше всего и мы еще в холодильнике настаиваться. Для торта потребуются яйца, мука, сахар, шоколадка, сливки. Можно взять молоко и агар-агар. Сахар я тоже не покупал сегодня. У меня еще сотка оставалась. Поэтому бюджет примерно получается на 1000 рублей. Итак, берем яйца. Разбиваем в миску. Добавляю сюда примерно 75 грамм сахара на 2 яйца. И перемешиваю. Пока это все крутится, сразу ставим разогреваться духовку. Не теряйте время. Вот такая вот получается штука. Яйца взбитые с сахаром. Делаем самый обыкновенный. Безклибавляем сюда муки столько же, сколько этого раствора. То есть где-то примерно 150 грамм. Просеивать муку я больше не буду никогда в жизни. В общем, я решил, что это лишняя трата времени. Пишите в комментариях, как вы считаете, нужно ли просеивать муку. Если она, в принципе, без жуков, ну, вроде без жуков. Еще один спорный вопрос. Вот такая сода. Я ее добавляю теперь тоже. Просто вот так вот сыплю чуть-чуть. Гасить не буду ничем. Просто сыплю и перемешиваю. Вот такое получилось тесто. Можно даже чуть жиже, но и такое тоже сойдет. Перекладываем все это в форму для выпекания. Я взял вот такую вот высокую форму. Буду выпекать одним кексом за один раз все. Равномерно распределяю тесто по заготовке. И отправляем в духовку минут на 25-30. Готово. Ну, вы знаете, отправляется это все вот сюда. И забываем про это на 30 минут. А тем временем готовим для него заливку сверху. С этим рецептом можно не спешить. Потому что нам все равно ждать, пока кекс будет готов. Поэтому уже картошку помыл. Поставил в вариться картошку. Там все остальные овощи тоже помыты. Теперь берем сливки. Разогреваем их в микроволновке, чтобы теплые были. Растворяем сюда грамм 100. Но это по вкусу. Я люблю поменьше сахара. Поэтому грамм 100 примерно сахара сюда. И размешиваем. Сюда же отправляем весь шоколад. Шоколад тоже сладкий. Поэтому на любителя. Поэтому сахара можно немного класть. Ставим это все на теплую баню, чтобы быстрее шоколад растворился. И наблюдаем. Надеюсь растворится. Смотрим, что происходит на водяной бане. Шоколадка не растворяется. Она оседает на ложке, плавает сверху. На шоколадку это не похоже. В общем, не экономите на нем. Покупайте хорошую. Или лучше сразу какао-порошок. Получается жуткая жижа. И цвет. Но главное, цвет какой получится. Если цвет в итоге получится некрасивый, я добавлю какао. Так, ребят, спустя пару минут вот такая вот получилась гадость. Мне это жутко не нравится. Поэтому я бы, честно говоря, выловил бы вот это вот все сверху. И добавил бы туда какао. Сейчас давайте так и сделаем. Это вот такая вот шоколадка. Вот такая вот. Не растворяется. Она красиво. Она растворяется некрасиво. В общем, ребят, буду использовать запасы обычного какао. Высыпаю сюда грамм 15-20. И помешиваю. Ну, а помешивать, конечно же, удобнее миксером. Итак, теперь у меня готова вот эта вот жижа. Она красивого цвета. Кстати, получилось после какао. Все прям вот шикарно. И пахнет очень вкусно. Проверяем, как наш кекс. Если все готово, то будем заливать. Я думаю... Так, секундочку. Итак, кекс. Кекс готов. Доставать из этой формы мы его не будем. Будем заливать прям так. Это пока в сторонку. Я напомню, рецепт экспериментальный. Поэтому, может быть, просто непредсказуемый результат. Добавляем сюда агар-агар. Напомню, здесь сливки, какао и сахар. Добавляем агар-агар. Сколько его нужно добавить? В расчете на 100 миллилитров примерно 1-2, можно даже 3 грамма. Если хотите прям желе-желе. Я добавляю примерно грамм 12-15. Агара сюда. Переливаем все это в кастрюлю и доводим до кипения. Это дело не хитрое. Просто доводим до кипения. Самое главное здесь разбить все эти комочки. Заранее агар мы не замешиваем, не замачиваем. Просто сразу кидаем вот в эту вот жижу. Все это разбиваем. Как только закипит, то есть мы это даже варить не будем, как только закипит, сразу заливаем вот эту форму. Мы воспользуемся вот такой вот хитростью. Обычный полиэтиленовый пакет ставим сюда, чтобы потом не отдирать от стенок это все развалится или выльется через щель. Очень красивый цвет получился. Шоколадный-шоколадный. Вот такая получается заготовка. Отправляем ее в холодное место. Можно вначале на улицу, а потом в холодильник часа на три. Так, теперь готовим основное блюдо. Картошка уже варится, она остынет и будем готовить гарнир. Ну а пока займемся голяшками. Берем куриные голени. Это бомж-рецепт котлет по-киевски. Я бы его так назвал, потому что это те же самые котлеты по-киевски, только без ничего. Без масла, без панировки, вообще без ничего. В общем, просто куриная голяшка на косточке. Надрезаем сухожилие, поддеваем. Вот таким вот ножом очень легко это делается. И можно просто убрать кожу, оставить вот этот хорячий. Но мне он почему-то так не нравится, поэтому я его тоже всегда сразу поддеваю и срезаю. Мне кажется, намного эстетичнее смотрится, когда голая косточка. Делается это все легко. Вот так. Так, можно оставить и вот так, конечно же, запечь. Но тогда мясо нужно мариновать долго, и в специях оно не проваляется. Не проваляется. Мне больше нравится делать вот так. Надрезаем прям по-варварски с двух сторон. И мясо просто раскрывается. И здесь можно очень легко, получается, обвалять его в специях. И это будет просто шикарно. Вот такая красотища. Теперь будем делать... Уже не делал чеснок. Теперь сделаем вкуснотища для этого, для этой курочки. Чеснок вначале. Курочка без чеснока это не то. Поэтому чеснок обязательно. Все остальное уже по вкусу. Теперь я добавлю сюда соевого соуса. Прям чуть-чуть. Буквально одну чайную ложку. Масло. Грамм 30-50. Немножко горчицы. Чуть-чуть прям горчицы. Томатной пастой. С томатной пастой будет тоже очень вкусно. Но у меня томатной пасты нет, поэтому кетчуп. Немножко кетчупа. Паприки, конечно, паприки можно прям побольше, потому что с паприкой будет красивее. Немножко специй для курицы перемешиваем. Даем этому маринаду настояться хотя бы минут 5. И можно будет обмазывать курочку. Пахнет. Это, конечно, уже волшебно. Вкуснотища. Вмакиваем это все. Ну, вместо панировки у меня обычная мука. Вот так, со всех сторон. И отправляю на сковороду. Можно это в духовке, если вам не нравится масло. Я буду жарить во фритюре на обычной сковороде. Вот так. Ну, я масло немножко пожалел. Выкладываем все это на сковородку. Лучше, конечно, готовить во фритюре. А так мне, получается, нужно будет еще перевернуть пару раз, чтобы с каждой стороны это все зажарилось. К этому времени картоха уже отварилась. Готовим гарнир. Очищаем всю картоху. Всю картоху мнем толкушкой. Добавляем сюда же в картошку 2 желтка. Только желтки. Белки отделяем. И смешиваем с мукой. Полкило картошки, примерно 150 грамм муки. Смешиваем и замешиваем тесто. Вот такое получается тесто. Теперь его в произвольном порядке раскатываем. Режем на маленькие кусочки. И готовые ньёйки картофельные будем варить. Я недавно только узнал, что самое главное, когда их готовишь, нельзя тесто много раз мять-перемять. Они должны остаться пышные, что ли. Поэтому много его не заминаем, как обычное тесто. Лишь слегка раскатываем, помяли эту пирожку и отправляем в кастрюлю. Прошло минут 5, они практически все уже всплыли на поверхность, значит готовы. Можно накладывать в тарелки и подавать к столу вместе с курочкой. Курочку сюда. Ещё немножко сыра. Пока горячий, чтобы успел расплавиться. Пятного аппетита. Можно ещё зеленушки добавить, но зеленушка у меня ограничена всего 2 листа. Если это выложить ещё на зеленушку, будет просто бомба с огурчиком, но у нас бюджет. Я всё-таки украсил одним листом салата блюдо с курицей. Так, что ещё мы сделаем? Торт остывает в холодильнике. Давайте сделаем ещё на наш праздничный стол на 1000 рублей салат и закуску. Для закуски возьмём 3 яйца, немного муки, чуть майонеза. Зеленушку я оборвал с салата. Тёртый сыр твёрдый на тёрке. И обычный сливочный будем заворачивать в начинку. Разбиваем 3 яйца в миску, добавляем 50 грамм муки. 50 грамм майонеза можно сметаной, но у нас майонез 100 грамм тёртого сыра. И всё это хорошенько перемешиваем, конечно же, миксером. Вот такая смесь получается. Теперь это тесто отправляем либо на сковородку, либо в духовку. Лучше в духовку на противень, потому что здесь она получится прямоугольной формы. А так проще будет завернуть рулет. Отправляем в духовку. Так, пока готовится заготовка на рулет, готовим к ней начинку. Сегодня это будет зеленушка и сливочный, вернее творожный сыр. Зеленушка будет в этом рулете очень красиво смотреться, поэтому её обязательно, можно любые цветные вещи туда, продукты добавлять, но только мягкие, потому что хрустящие будет с мягким рулетом яичным. В общем, не очень непонятно. Поэтому зеленушка в контраст и сливочный, вернее творожный сыр. Мне кажется, там уже всё готово, потому что он начинает, он начинает подниматься. Как бы он не взорвался, смотрите. Как бы его так снять, чтобы он не порвался? Может дать ему отдохнуть немножко, чтобы он отпарился. Он к стеклу прилип. Сейчас вот так аккуратно. Смотрите, он эластичный, он даже... А, почти не рвётся, нет, всё-таки порвался. Какая там интересная. Давайте посмотрим с той стороны, красивый он будет, нет? Опасный момент. Теперь берём сливочный сыр, творожный сыр, и намазываем его хорошенько, а потом посыпаем зеленушкой. Сейчас он как раз смажется и станет более мягкий. Мне кажется, я его пересушил, поэтому он у меня так плохо отходил. Отлично. Посыпаем зеленушкой. Знаете, что надо было делать? Надо было делать его на силиконовом коврике, чтобы сразу его переворачивать, заворачивать, чтобы он так сильно не помялся. Пробуем его завернуть. Не ожидал, что он так вкусно будет пахнуть. Пахнет какой-то выпечкой сырной. Сырными булочками пахнет. Оставляем его отдохнуть минут на пять, и будем нарезать. Она не похожа на яичный рулет, она похожа на, как я уже сказал, на сырное, что-то такое очень вкусное. Я вот эти вот боковушки съел. Невероятно вкусная штука. Обязательно сделайте такую, попробуйте. Нам осталось сделать только праздничный салат. Нарезаем огурец овощерезкой тонко. Итак, сделаем еще салат. Потом украсим торт, и можно будет пробовать весь сегодняшний праздничный стол. Огурец нарезаю овощерезкой на вот такие вот тоненькие полоски. Серединку оставлю. Пишите в комментариях, кстати, что можно приготовить из оставшихся продуктов. Я их покажу сейчас через минуту. Итак, берем огурец начищенный на овощерезке. Перекладываем в салатник. И остается еще вот эта вот кочерыжка от пекинской капусты. Я ее тоже режу тонкими слайсами сюда же. Остается только крабовая палочка. Я ее тоже нарезаю слайсами. Я хотел их развернуть и сделать красиво, но вот эти крабовые палочки не разворачиваются. Они прилипли друг к другу, и они вообще не разворачиваются. Это были крабовые палочки. Сейчас скажу, какие. Вичи. Вичи-палочки в сулиме. Не разворачиваются. Вообще никак не разворачиваются. Их и так, и сяк, они ломаются. Но ничего. Режем тоненько. Вот на такие тоненькие слайсы. Это тоже будет красиво. Я не знаю, почему мне захотелось сегодня крабового салата. Я пошел в магазин. Я думаю, так. Сделаю-ка я какой-нибудь рыбный салат. Селедку может взять. И что-то я так смотрел на селедку. Потом думаю, не. Наверное, сегодня не будет селедки. Не Новый год все-таки. Скоро же Новый год. Надо будут какие-то праздничные столы на Новый год готовить. Я уже готовил экстремально дешевые праздничные столы на Новый год на 100 рублей. Ссылку оставлю тогда ниже в описании. И на 50 рублей даже готовил праздничный стол на Новый год. Сейчас я не помню, что можно приготовить на 50 рублей. В общем, ссылку оставлю. Надо будет посмотреть самому. Я ножом открываю, это мой походный нож Сюда высыпаю кукурузу, приправляем маслом, добавляем соли чуть-чуть и перца, черного перца И все, чуть солим и перца Теперь торт достаем из холодильника, открываем И по чуть-чуть, аккуратно, аккуратно Ну что ж, ребят, вот такая вот получилась красотища Это я делал не специально, это случайно получилось Можно украсить сверху еще сахарной пудрой или какао Ну и так классно выглядит Большой слой шоколадного мусса, мягкий бисквит Просто бомба Сейчас разрежем и покажем, что там внутри Смотрите, я ожидал немножко другого, я вам сейчас покажу Но здесь все равно классный получился торт Хоть и корж, в общем, магазинный получился Корж большой, толстый, шоколадного мусса получилось меньше В общем, если будете делать в пропорциях, разрезайте тогда наполовину Я в следующий раз сделаю, разрежу наполовину Сделаю один слой мусса, накрою крышкой И сверху еще один слой мусса В общем, делайте больше шоколадного мусса Ну, сейчас еще попробуем, на вкус он Какой он на вкус Вот такой вот скромный праздничный стол на 1000 рублей получился Есть десерт, торт, основное блюдо, закуска и салат Ну что ж, ребят, давайте это все пробовать По старой доброй традиции Сейчас все будем есть Вот такой вот получается праздничный стол на 900 рублей Это из обычных продуктов Не бомж продукты Как это можно было бы сделать больше, но это были бы уже бомж продукты Очень скромный, но аппетитный праздничный стол Так, курочку пробуем Пишите в комментариях, нужно ли устраивать дегустацию своих же блюд Мне кажется, нужно пробовать все, что сам приготовил Мало ли, что-то не так пошло по рецепту Пробую курочку Ребят, бомба, просто бомба Лучше, конечно, жарить их во фритюле Потому что на сковороде их нужно вертеть Это неудобно Ребят, готовьте, обязательно попробуйте такую штуку Котовельные ньюки холодные Это, конечно же, не так приятно На них сыр растаял Это все тоже вкусно Но очень холодное, конечно, горячее блюдо есть это уже не то Поэтому нужно подавать горячее и есть сразу Вкуска, я уже сказал, это очень вкусно Краешки я съел, сейчас еще попробую Готовится очень просто И непонятно сразу, из чего она сделана То ли она из сыра, то ли она из теста, то ли из яйца В общем, загадка какая-то Выглядит на тарелке очень симпатично Ладно, давайте пробовать крабовый салат Я не знаю, почему мне захотелось его сегодня приготовить Понял, почему Он без риса Обычно мы крабовый салат делаем с рисом А сейчас он без риса Я решил попробовать, как это без риса крабовый салат Я понял, какой он Он не сытный без риса Но такой же вкусный Торт получился, он получился реально красивый Вот этот мус, который сверху Твердый-притвердый Поменьше агара, наверное, надо Но, в общем, форму он держит идеально Штука получилась сухая И если его пропитать, наверное, чем-нибудь Или разрезать пополам И чем-нибудь пропитать, делать слоями Это будет просто бомба Это очень вкусно И красиво В общем, ребят, надеюсь, вы смотрели это видео Не с пустыми руками Надеюсь, у вас был в руках бутербродик С кружкой чая или кофе И с хорошим настроением С вами был Сиадный Серега Как всегда, увидимся в новых видео Пишите свои рецепты и предложения На следующие видео в комментариях Ну, а я, как и обещал, приготовил Бюджетный праздничный стол на 900 рублей С каждым годом это становится все сложнее и сложнее Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok